Друзья, я снова всех приветствую. В этом видеоролике мы будем совершенствовать турбореактивный двигатель. На данный момент он имеет 25 килограмм тяги с автомобильным насосом. Хочется сделать конус внутрь и сделать лопатки, которые будут спрямлять поток. И мы посмотрим, увеличится ли от этого тяга. По всем законам физики тяга должна увеличиться. Потому что сейчас поток исходящих газов имеет вращение и уже отойдя на 3 метра даже практически не чувствуется реактивная струя. Хочется ее сфокусировать, но для этого придется усовершенствовать сопло. Так как уже измерена тяга, тяга стабильная. С вот этим вот насосом, когда мы на всю даем. Поэтому мы почувствуем разницу, когда установим конус. Итак, приступаем. Работы не так много, хотя как пойдет. Достал свой ящик с нержавеющими заготовками. Ну здесь в основном трубы. С них и будем делать. Взял две заготовки. Будем использовать тих-сварку, чтобы сделать с них конус. Кроить буду по чистой импровизации. Уменьшаем диаметр. Кстати, эта нержавейка до 900 градусов кратковременно выдерживает. А лопатки на турбостартере 1000 выдерживают кратковременно. То есть на 100 градусов разница всего-навсего. Тем более, что здесь уже за турбиной. Здесь как минимум на 100 градусов меньше должна быть температура. И вот эта нержавейка, я думаю, пойдет. Тем более, что она толстая и тем более, что она не вращается. То есть она не может от оборотов вытягиваться. Поэтому, я думаю, пойдет. Чистая импровизация, ребята. Загнал внутрь трубы. Вот так уже можно сделать маленькую прихватку. Вот так, например. Теперь мы ее сейчас подровняем, подплющим и обварим весь шов. Плющить удобно тесами. Добиваемся равномерного шва внутри трубы. То есть так оно на глаз получается вроде бы ровно. И обвариваем. Такой шов мы получили. Теперь у нас есть труба нужного диаметра. Вот она. Конус буду делать специфическим способом. Буду разрезать и сваривать. Вот и все. Все просто. Воспользуемся услугами поворотного столика, чтобы разбить на 14 частей. 14 это по расчету, чтобы по одному сантиметру потом полоску оставить и сделать клинья. Вот они все риски. Можно снимать и делать параллельные линии. Вот такой, ребята, получился рисунок, практически корона. Теперь нужно потихонечку выпиливать и сваривать. Вручную согнул лепестки. Дальнейший изгиб можно делать вот так. Надеваем трубу. Вот так. Ну и финальная стадия. Привариваю лопатки спрямляющие. Именно ради них все это и затеивалось, чтобы спрямить поток. Вот, ребята, что получилось в конечном итоге. Много лопаток наваривать не стал, но зато сделал длинные. Явно здесь вращение будет остановлено. Вот так как-то. То есть будет все-таки средний конус у нас. Здесь он будет на некоем расстоянии. От лопаток до вот этих лопаток тоже есть расстояние. А это довольно таки хорошо. Теперь нужно как-то установить это сюда. И можно будет измерить тягу. Она должна повыситься с 25 килограмм до неизвестно скольки. Это мы еще посмотрим. Сопло в новом виде полностью готово. Вот так оно выглядит, ребята. Уже практически как настоящее. Правда, конечно, не все так просто. Когда-то я уже делал такое сопло. То есть вот, можете заметить, тоже с конусом, тоже со спрямляющими, можно сказать, лопатками. Но оно не сработало, ребята. Обычное голое сопло работало лучше, чем вот это. То есть в такой же конфигурации, точно такое же, но обычно работало там на пол килограмм, на примерно 6-7 процентов. Обычное было лучше. Посмотрим, как будет здесь. Здесь уж очень сильно закручивается поток. Также я сделал именно как лопасти, спрямляющий аппарат. Единственное, что можно было сделать их больше, но я решил остановиться на 4. Будем ставить на стенд и пробовать, что оно покажет. Исходные данные у нас те же самые. Тот же самый насос, который на керосине 20, 25 килограмм качал. Будет использоваться топливо керосин, ТС-1, то есть все то же самое. Другое, только сопло. Измерять буду все теми же весами. Стенд установлен на колесах по уровню. То есть все нормально. Ничего никуда не едет. Можно запускать и измерять. Стартуем. Затем City точка 2. Буквокам, entonces запускать не требуется. Затем. Затем закрывать. Затем digging. Тутisure под ounceера. Используется что-то серебрист. Это жесткой эндребраил revision. три четверг photographers. Вы förs km неrandет. Вы пора разрешена. Пекста в снег. За certification. Сег bee с эксперимендус. Продолжение следует... Ребята, ну в общем такие дела, тяга оказалась реально гораздо больше. То есть с тем же насосом 33 килограмма уже тяги было, друзья. Это очень круто на самом деле, то есть дало. Можете представить, сколько выравнивание потока. Реально ощущалось, что струя, именно струя, они просто в разные стороны разлетаются. Потому что ранее, вот так вот, как я измерял на расстоянии 4 метров, ну никакого ветра практически не было. Сейчас все очень жестко и очень большая мощность. Видели, стенд чуть не улетел, чуть не слетел с подиума, поэтому нужно опыт повторить. Я увидел 33 килограмма. По-моему, он не оторвался от стены. В общем, надо как-то его зафиксировать и проверить уже с большей мощностью. Так, все отлично. Ох, жар отсюда идет какой-то. Ребята, я доволен результатом. На самом деле, ну очень круто. Настолько увеличилась тяга. То есть без выходного устройства получается 25 килограмм тяги было. С выходным устройством уже минимум 33. Может и больше. Сейчас надо еще раз проверить уже окончательно. Возможно даже 35. Слов нет, ребята, одни эмоции. Очень круто. Поставил небольшие упоры, чтобы не сместилось ничего и никуда. Будем тестировать еще раз. Запускаем. Поехали. 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 Продолжение следует... Маслица, конечно, отсюда бросает, ребята. Надо что-то с этим делать. Надо выводить трубку, наверное, рядом с соплом. Потому что будет загрязнять постоянно двигатель. Вот так вот он весь в масле сейчас. Тяга 33-34 килограмма. От 5 литров осталось вот столько керосина. Нормально. Экономично работает. Осталось совсем немного добавить 17 килограмм тяги. И у нас будет полтинник. Возможно, даже больше полтинника удастся выжать. Потому что в умной книге было написано, что 50 килограмм тяги получается с обычным соплом. То есть без всякой начинки. Так как мы за счет начинки прибавили. У нас до 34 килограмм с 25. То я думаю, она нам и в будущем поможет. И возможно даже будет больше 50 килограмм. Нужно лишь подать насосам большее давление и большее объем керосина. И все, все будет работать. Кому интересно, что будет происходить дальше, подписывайтесь, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание. Всем пока! Продолжение следует...